Здравствуйте, пожалуйста. Когда семья живет непосредством, тогда она тратит больше денег, чем имеет. То есть берет в долг, влезает в кабалу и вообще сильно нервничает. И это неправильно. А вот Крыму удается по одежке протягивать ножки, заявила вице-премьер и министр финансов Ирина Кивяко, говоря о бюджете республики на следующий год. Сколько будет денег в казне, столько и потратим. Все 181 миллиард и 400 миллионов. А столица Крыма должна уложить свои мечты и планы на следующий год в 9 миллиардов и 600 миллионов. Если расходовать с умом, то все получится. На сей счет, вице-премьер-министр строго-настрого предупредила всех чиновников республики. Особенно тех, кто спит на ходу. А иначе никаких денег не хватит. Мы же это все проходили не раз. Короче, работать надо. А лишь купюры считать и делить, так это каждый дурак умеет. Сейчас он. Это мне. Это ему. Это тоже ему. Это Останко Брагимовичу. Это мне. И надо признать, сегодня в Крыму жуликам живется сильно некомфортно. То есть, конечно, еще воруют и берут взятки, но все эти мазурики плохо спят, ходят рывками и с оглядкой, руки трясутся, румянца нет и либидо на нуле. А все потому, что каждую минуту ждут провала и ареста. И правильно ждут. Сколько уже крымских министров и даже вице-министров попались на горячем. Но и совать взятку кому-то тоже сильно подсудное дело. На днях в одном из ресторанов Симферополя гендиректор и сотрудник компании «Дедал», входящий в «Росатом», пытались сунуть 2,5 миллиона рублей. И кому? Служащим пограничного управления ФСБ. За что? Ну, за такое себе хитромудрое содействие в получении контракта. Но не тут-то было. Теперь взяткодателям грозит от 8 до 15, плюс штраф в 70-кратном размере. Так что хотите дать на лапу кому-то? Подумайте, готовы ли вы к горькой судьбе уголовной морды. Одну минуточку. Да вы что? Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Да это статья 114 Уголовного кодекса. Позор! На Украине прошли торжества по случаю пятой годовщины вооруженного переворота. Так называемого Евромайдана. То есть революции гидности. Впрочем, как ни называй события, а суть в том, что бандеровцы растоптали Конституцию и залили страну кровью. А уже Запад, в первую очередь, Штаты передали эту власть на Украине олигархам. В частности, Порошенке. И пошло-поехало. Торжества в Киеве и регионах Украины сегодня прошли унылые и злобные. Как и тогда на улицах опять горят покрышки. Пять лет назад черный дым означал, что народ как бы рвется в цивилизованную Европу. Сегодня покрышки пылают, потому что украинцы реально замерзают. Отопления и горячего водоснабжения во многих городах попросту нет. Да что отопления нет? Независимости нет. За пять лет бандитизма и тотального воровства Украина потеряла все, что можно было потерять. Абсолютно все. Промышленность развалена. Исчезли такие отрасли, как самолетостроение, машиностроение, металлургия. Развалены сельское хозяйство, угольная промышленность, химпром, железнодорожный транспорт. Ну и так далее. Украина к большому нашему счастью потеряла Крым. Ну и подожгла Донбасс, где ведет гражданскую войну. Но самое горькое, Украину покидает население. Люди массово бегут из страны в Россию, Европу. Хоть куда в поисках работы, куска хлеба и ради спасения жизни. Но в первую очередь покидает нынку сильные работящие и образованные. Страна дичает, забывает свою историю, культуру и искусство. Все то, чем гордится и бережет каждый народ. А бандеровские банды еще и открыто терроризируют русскоязычное население и тех немногих, кто смеет выступать против Махновщины. Народ уже пять лет, как стоит на коленях перед украинацистами. А каким будет завтрашний день у так и не состоявшейся страны, никто не знает. Это будущее во мгле средневекового мракобесия. Севастополь опять, затаив дыхание, следит за очередным эстрадным номером бизнесмена Алексея Чалова. Герой Крымской весны уже четыре года воюет с губернаторами города. То с вице-адмиралом Сергеем Миняйло, теперь с Дмитрием Овсяниковым. Причем воюет громко и сварливо, обзываясь и кляня, как говорится, на всю Ивановскую. Точнее на всю страну. Крики долетают аж до Москвы. В июле в Севастополь приехала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вникла в ситуацию и немало подивилась мелочности и поводом к боданию. Однако ж признала, что неприличная свара, хотя и напоминает детский сад, все же приносит городу немалый урон, потому что чиновники и депутаты грызутся и не работают над проблемами Севастополя. Но поскольку конфликт зашел в глухой тупик, то лишь выборы ЗАГСобрания могут поставить точку в противостоянии. А пока лучше бы уважаемые люди притихли, но нет. И теперь, значит, на этом фронте наступило осеннее обострение. Алексей Челый опять сильно повздорил с чиновниками, обозвал губернатора и публично рванул на груди рубаху. Пусть этот Дмитрий Овсянников на площади Нахимова немедленно казнит меня четвертованием. Топоры и секиры я лично принесу. О как! И тут севастопольцы не на шутку опечалились, мол, ешкин кот, до сентябрьских выборов ЗАГСобрания еще далеко, а человека надо спасать прямо сейчас, потому что неизвестно, до какого члена вредительства он еще додумается. Руби, сынок! Руби! Руби! Давай! Катясь, шотцом! Руби! Вот такие они, севастопольские Монтеки и Капулетти. Шекспир отдыхает. Скорей бы уже эта оперета закончилась, чтобы народ вздохнул спокойно. Все-таки военно-морская база России все Черное море в кулаке вот так держит, а тут под боком вон о какой кунштюк торчит, можно сказать, куром на смех. Нет, с этим делом пора прекращать и не позориться на всю страну требуют севастопольцы. Вот прямо раз и чтобы такого больше не было. Тем более, что 80% россиян живут счастливо и счастье их в дружной семье, а не на крикливых площадях. И на сегодня у меня все. Удачи! И всегда смотрите Первый Крымский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова